Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаевским отделением филиала поликлиники Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Владимир Путин озвучил на съезде «Единой России» И оно стало одним из пунктов народной программы партии Более того, за каждым почтовым отделением, проходящим модернизацию Закреплен депутат, который несет личную ответственность За качественный и своевременный ход ремонта На минувшей неделе депутат Народного собрания Республики Фатима Карданова оценила ход строительных работ В почтовом отделении в селе Красный Восток Малокарачаевского района В Карачаево-Черкесской Республике под эту программу Под модернизацию попало 15 почтовых отделений В семи районах Карачаева-Черкесии На каждом объекте объем ремонтных работ Немножечко отличается в зависимости от состояния Самого почтового отделения Где-то вошли внутренние работы и наружные работы Где-то только внутри Но для нас самое главное, что внутренняя часть Она будет отвечать всем современным требованиям Как пожарной безопасности, так и по видеонаблюдению И по техническому наполнению Которое, конечно же, должно вылиться в какую-то пользу Для населения, для людей Для нас очень важно, что почтовое отделение Дополняется новыми смыслами, новым функционалом Детскую библиотеку имени Сергея Никулина Обновят к столетию Карачаева-Черкесии Будут заменены деревянные окна Обновлены стены, полы, потолки И обновлен фасад На сегодняшний день уже проведены основные строительные работы В целом, ремонтные работы планируется завершить К сентябрю текущего года В рамках национального проекта «Культура» в регионе Построены две школы искусств Вауле Псыш и Черкески Первый физкультурно-оздоровительный комплекс Будет построен в ауле Учкулан По нацпроекту «Демография» в текущем году Здание ФОКО будет первым подобного рода объектом в ауле Который преобразит общий архитектурный стиль поселения Оно будет состоять из двух этажей На первом этаже зал для нескольких видов спорта На втором этаже обустроят тренажерный зал Раздевалки, душевые, санузлы и административные помещения Пропускная способность спортивного объекта составит 50 человек На сегодняшний день проводится подготовка свай Для дальнейшей установки металлоконструкции Завершение строительства намечено на конец года В детских садах Черкеска активно готовится к приему детей Которые вернутся в свои группы после летних каникул Воспитатели и средний персонал проводят влажную уборку помещений Очищают от аллергенных сорняков игровые площадки А мониторинговая группа при Общественной палате Республики Проверяет в каком состоянии находятся недавно отстроенные ясельные корпуса Об этом сообщила председатель Общественной палаты Республики Елена Лешова Действительно ли подрядчики, выполнив все свои работы Обязательно построили качественные здания Есть ли у заведующих детских садов претензии к постройкам Насколько комфортно, соответственно, маленьким детям Здесь были ли претензии у родителей Вот задача, соответственно, которая поставлена была у представителей Общественной палаты Комиссии, которая отправилась в мониторинг Мы поговорили о гарантийном сроке При нас же по телефону с подрядчиком была связь И подрядчик завтра же будет это устранять То есть те замечания, которые мы показали Небольшие замечания, да, они были Но они будут сейчас, соответственно, исправляться Вот в этом и задача, чтобы выявленные замечания Тут же принимались решения К их исполнению уже с 1 августа начинают работать В рамках празднования столетия Карачаевой Черкесии В Черкесске прошел фестиваль кавказской кухни Кунак-2022 Для гостей была организована бесплатная дегустация блюд Аутентичной кавказской кухни от именитых поваров Включая профессионалов мирового уровня Таким образом повара готовили крупногабаритные блюда Чтобы их могли отведать все желающие На фестивале были представлены Азербайджанская, Армянская, Дагестанская, Ингушская, Адгейская, Северостинская, Чеченская и Уральская кухни А также кухни народов Карачаевой Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставрополя В рамках фестиваля о вознаменовании многофековой дружбы народов Большого Кавказа Прошла торжественная церемония закладки капсулы времени С рецептами аутентичной кухни народов Кавказа Для вскрытия потомками через 50 лет Комментирует информацию руководитель комитета по развитию туризма В Северокавказском федеральном округе Общенационального союза индустрии гостеприимства «Анзор-Ямтыль» Гастрономический туризм, гастротуризм Это растущий мировой тренд В котором Северный Кавказ безусловно может смело претендовать на место в лидерском составе Убежден, что богатство и многообразие культур Кавказа Поразит даже самого искушенного дегустатора Выражаю уверенность, что подобные мероприятия будут способны к развитию туризма Не только в Карачаево-Черкесской республике, но и по всему Северному Кавказу На базе Национального парка Кисловодский в питьевом зале Нарзаной галереи Прошло открытие выставки звездного фотографа Ольги Бабенко Посвященной карачаевской породе лошадей Помимо этого, для посетителей выставки был организован просмотр двух документальных фильмов о карачаевской лошади Выставка открыта для посетителей до конца августа Комментирует информацию начальник отдела экологического просвещения Национального парка Кисловодский Виктория Юферева Наша выставка, она комплексная Это не только эстетика такой замечательной породы карачаевской лошади Это, конечно, еще очень важный рассказ о происхождении породы О происхождении верховой езды, о происхождении коневодства, об истории его непростого развития Поэтому выставка у нас, на мой взгляд, получилась очень интересной, насыщенной И мы приглашаем всех посетителей к нам в Национальный парк Кисловодский В столице Карачаева Черкесии прошли мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий под названием «Безопасный перекресток» Сотрудники ГИБДД напомнили водителям, что перекресток – это место повышенной опасности Которое требует особого внимания и строгого соблюдения правил очередности проезда В ходе мероприятий водителям вручили информационные листовки по правилам проезда перекрестков А также использование средств пассивной защиты и детских удерживающих устройств Которые в случае дорожно-транспортных происшествий помогают снизить тяжесть последствий Республиканский Карачаевский драматический театр в рамках подготовки к новому сезону поставил детский спектакль «Честное слово» Под руководством режиссера из Кабардино-Балкарии Магомеда Атмурзаева Труппа освоила постановку всего за 10 дней Постановка нового спектакля прошла в Доме культуры села Чапаевского Коллектив молодцы Они вот первые 2-3 дня как бы сопротивлялись Они не привыкли Ну потом потихоньку, знаете, все высыпели Все-таки я новый режиссер Приедет ко мне другой режиссер Я очень часто у себя приглашаю режиссеров Потому что актеры очень многое берут от новых веяний, новых режиссеров А это обогащает, очень сильно обогащает творческий коллектив и театр ЦОР Порядка 200 лучших спортсменов со всего Северокавказского и Южного федеральных округов приняли участие в открытом турнире по Панкратиону, прошедшем в рамках фестиваля боевых искусств в Черкесске Первое место на состязаниях, приуроченных к столетию республики, занял бойцовский клуб «Кузня» из Краснодарского края На втором месте спортивный клуб «Малгобек» из Ингушетии Третье место заняли спортсмены бойцовского клуба «Вольфман» из Карачаева, Черкесии Кроме того, приз за лучшую технику получил неоспоримый чемпион из Карачаева, Черкесии Амаль Агиров Радио России, Карачаева, Черкесия, погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой, Черкесии ожидается переменная облачность Местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный дождь с грозой и градом Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 6-11 метров в секунду Температура воздуха плюс 27, плюс 32, в горах местами плюс 17, плюс 22 В Черкесии переменная облачность, кратковременный дождь, гроза Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 6-11 метров в секунду А столбик термометра поднимется до 31 градуса Это все новости к этому часу, с ними вознакомил Марти Киев Берегите себя и своих близких Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok